Здравствуйте! Рад вас приветствовать на первом дне Диобсов Комфа. Конференция, ну, скорее всего, знаете, что это, раз вы сюда прошли. Мы будем два дня рассказывать про инженеров для инженеров и про инженерные практики. И первый у нас доклад в третьем зале. И Руслан расскажет, как рефакторить архитектуру высоконагруженных приложений прямо на живую. Руслан, тебе слово. Всем привет! В этом году мне выпала честь открывать секцию докладов, да, к чему я очень рад. Поздравляю всех с началом конференции. Давайте начинать. Так, надеюсь, все работает. Да, меня зовут Руслан. Я работаю техническим директором в компании Bandusoft. Вообще в компании развиваю техническую культуру и отвечаю за IT-архитектуру наших проектов. Также я преподаю в университете, уже вот какой третий семестр пойдет. Да, мы занимаемся аутсорс-разработкой с продуктовым подходом. Итак, сегодня мы поговорим про рефакторинг архитектуры, причем архитектуры именно микросервисной архитектуры. Если попробовать загуглить, то по крайней мере первая страница Google на запрос рефакторинг архитектуры микросервисов будет рассказывать, как распиливать монолиты. Как будто бы мы монолиты распилили и получили микросервисы и все. У нас все хорошо, ничего делать не нужно, мы живем счастливо. Во-первых, это естественно не так, система развивается и после перехода на микросервисы. Во-вторых, можно сразу с нуля писать микросервисную архитектуру, и это вовсе не значит, что ее не нужно рефакторить. Есть вот такая красивая картинка сравнения микросервисов и монолитов. Как раз микросервисы могут получиться не очень хорошими, если не заниматься их рефакторингом в процессе их жизненного цикла, жизненного цикла всего проекта. Итак, давайте посмотрим. Мы думаем, что вот у нас есть какое-то текущее состояние микросервисов, архитектуры микросервисов. Мы отрефакторим эту архитектуру, перерисуем квадратики на доске, что-то еще сделаем и получим какое-то идеальное состояние. Это может получиться, на бумаге все хорошо, но мы пытаемся это залить на production и оказывается, что это не так просто сделать. С тех пор, как мы отрефакторили архитектуру, нарисовали новую, на production уже миллион раз все поменялось, подъехали новые фичи, поменялось окружение, подъехали фиксы и так далее. И вот обо всем этом мы поговорим. Начнем вообще с того, что такое рефакторинг в плане архитектуры. Потом разберем небольшой пример. Пример такой пограничный между учебным, чтобы мы все здесь не умерли разбирать огромную архитектуру, и все-таки он основан на реальных же событиях. Я предложу алгоритм рефакторинга, который мы применяем у себя в компании, и план, как постепенно на него перейти. А потом поговорим, как не умереть в процессе вот этого перехода, когда мы из точки А идем в точку Б, еще и идем по шагам, а не уходим на полгода, год в разработку и заливку. Итак, что такое рефакторинг в плане архитектуры? Вообще очень много есть разных определений. В целом рефакторинг — это изменение структуры без изменения поведения программного обеспечения. Если мы говорим про рефакторинг архитектуры, то, естественно, сами сервисы свое поведение меняют. То есть у них меняются контракты, и у них меняются опишки, сам сервис может один уйти, другой появится. То есть в плане архитектуры мы говорим про то, что не изменяются бизнес-процессы. То есть внешнее поведение системы для пользователей оно не меняется. А внутри система может вообще по-другому работать. У вас было там пять сервисов, цепочки вызовов стало три, или наоборот стало десять. Я бы выделил вот такие три основных, наверное, вида рефакторинга архитектуры. То есть первое, к архитектуре часто относят и сами контракты, и данные. Но, на мой взгляд, это больше архитектура конкретного сервиса, а не всей системы. Второй вид – это изменение гранулярности микросервисов. Об этом я как раз рассказывал на прошлом DevOps Conf. Это, на мой взгляд, второй по сложности вид рефакторинга. И сегодня мы поговорим про то, когда этого недостаточно, когда нам нужно полностью перепроектировать контексты, сервисы, то, как мы по мастер-даунам бьем. Как раз про это мы сегодня поговорим. Как вообще понять, что пора рефакторить? Да, есть несколько сигналов о том, что нужно поменять гранулярность. То есть мы нарезали микросервисы слишком крупные, либо, наоборот, слишком мелко. Это проблема в трассировках, проблема с инкапсуляцией, дублирование. То есть об этом мы немножко затронем сегодня. Но сегодня сконцентрируемся именно на принципах проектирования, не на гранулярности. Итак, в далеком 2000 году, по-моему, или в 2000 каком-то, Мартин Фаулер сформулировал свои принципы Solid. Но примерно тогда же он сформулировал еще шесть принципов, которые относятся к связанности и связанности. И он их предложил использовать при разделении на модули, либо пакеты. Вот, на мой взгляд, эти шесть принципов, они очень хорошо ложатся на проектирование микросервисов. То есть микросервис — это тот же модуль в Monolith 20 лет назад, либо какой-то пакет, будь то Nougat пакет, Mavin пакет и так далее. И вот как раз эти принципы мы сегодня рассмотрим на примере. Совсем небольшой пример. Давайте представим доставку интернет-магазина. У нас есть два способа доставки, два типа доставки, когда ваш заказ приезжает в пункт выдачи, либо вам привозят домой курьер. В обоих этих типах есть расчет срока, когда будет доставка, расчет стоимости. Если так все работает, все отлично, ничего не делайте, ничего не ломайте, отличная архитектура. Но наш интернет-магазин растет, развивается, и мы понимаем, что нам уже нужно добавлять несколько разных доставщиков. То есть мы доставляем и почты России, и SDEC, например, DPD, BoxBerry и так далее. Вот эти вот большие данные о том, какой доставщик, в какой срок, куда доставят, за сколько, какой вес, предоставляется, как ни странно, в Excel-файлах. То есть это такой Excel-файл на 20 тысяч строк примерно. Ну, тут совсем небольшой его кусочек. То есть что тут важного для нашей архитектуры? Я думаю, что есть некая география, куда мы доставляем. Например, Балашиха. Срок доставки в рабочих днях. Причем это может быть промежуток, необязательно точная цифра. И стоимость. Причем стоимость, она сильно зависит от веса. То есть тут один, три, пять килограммов и плюс один за каждый следующий после пяти. То есть это не какая-то конкретная цифра. Там срок такой-то, стоимость такая-то. Это достаточно сложная какая-то логика. Наша архитектура растет, развивается. То есть появляется внизу вот контекст доставщика. Там появляются справочники, появляется география. Ну, наверное, указкой не могу показать. Да, появляются некие парсеры, да, у Excel-документов этих. Если посмотреть верхние уровни на нашу архитектуру, то как будто бы все нормально встроено, симметрично более-менее. У нас есть потребитель витрина интернет-магазина и какая-то бизнес-логика в виде расчета пунктов выдачи, курьерской доставки и какие-то данные по доставщику. Но все, как всегда, упирается в детали. Начинаем реализовывать. Оказывается, что для того, чтобы посчитать срок, в том числе в курьерской доставке, нам, в принципе, нужно определить, этот доставщик доставляет такой вес или нет. Ну, допустим, 50 килограммов повезет он во Владивосток или вообще у него ограничения есть. Да, то есть даже для срока нам нужно знать вес тариф. Ну, и оказывается, что курьерская доставка, она не сама по себе тарифицируется, она тарифицируется на доставке в город в пункт выдачи, а потом добавляется какая-то наценка за доставку до двери, за подъем на этаж и так далее. И вот таких деталей и нюансов на самом деле может быть много. Если все такие зависимости от рисовать на архитектуре, то получается уже немножко не очень стройно. Как будто бы на глаз видно, что с архитектурой что-то не так, но вот это вот на глаз нравится, не нравится архитектура, это не наш вариант. Нам нужно точно сказать, почему эта архитектура не очень, да, и то есть чтобы потом мы могли сказать, что новая архитектура лучше, потому что вот раз-два-три. Итак, я выписал здесь такие проблемы текущей архитектуры. Вот как раз четыре нарушения принципов, про которые я раньше говорил. Сейчас подробно про них и обсудим. Первый принцип – это ациклические зависимости. То есть не должно быть циклов в зависимостях нашего графа. Тут можно рассмотреть такой пример. В сценарии, когда мы парсим файлы, парсим Excel-файлы, то есть у нас парсеры наполняют данными срок, вес, тариф, возможную наценку. То есть у нас зависимость идет снизу вверх. А когда мы в онлайне рассчитываем срок и стоимость, то зависимость идет в обратном направлении. То есть мы потребляем данные по географии, по справочнику доставщика и так далее. И вот у нас уже появляется циклическая зависимость между контекстами. То есть нарушается принцип. Следующий принцип – это сингл-респонсибилити и солида только в перекладывании на пакеты. То есть изменение одного компонента должно повлиять только на этот компонент. Тут такое интересное мнение есть, что когда мы релизим микросервисы, мы должны за один релиз задеть только один микросервис. На мой взгляд, мы должны задеть один контекст микросервисов. То есть нормально, что в одном релизе мы меняем несколько микросервисов внутри контекста. Но если мы меняем разные контексты, например, пункт выдачи и курьерская доставка в одном релизе, значит что-то идет не так. То есть вот здесь мы хотим поменять алгоритм расчета срока доставки. И у нас как минимум два контекста уже затрагиваются. То есть единственность ответственности уже нарушается между контекстами. Следующий принцип говорит о том, что гранулой либо единица поставки должна соответствовать быть эквивалентной единице переиспользования. Тут примерно то же самое. Мы хотим поменять алгоритм срока доставки, мы релизим сразу в два контекста. Даже если мы вынесем расчет срока куда-то в какой-то пакет, там npm пакет, ну get пакет, неважно, и не допустим дублирование на уровне кода, то дублирование на уровне архитектуры все равно останется. То есть нам нужно будет этот пакет обновить в двух сервисах разных контекстов. То есть уже нет вот этого эквивалентс принципа. И следующий принцип, он говорит о том, что если мы используем контекст, то есть мы используем все его части. Например, когда мы рассчитываем срок доставки, допустим, мы используем контекст доставщика в плане справочников, в плане географии, но парсеры вообще тут напричем. То есть не нарушается в том числе инкапсуляция. Мы знаем про контекст, где есть парсеры, которые нам вообще не нужны, не нужны для расчета срока. Таким образом мы зависим от только части, как сказать, да, какой-то функциональной части компонента, а не от всего компонента. Мы не можем, нам и не нужно знать про него всего, нам не нужно его весь использовать. Следующая проблема – это возможные повторы в трассировке. Рассмотрим сценарий, когда нам нужно рассчитать срок доставки, допустим, какой-то минимальный срок для обоих наших типов доставки. То есть в витрины интернет-магазина приходит запрос. Для того, чтобы рассчитать срок, нам нужно вытащить географию, и география может быть вытащена дважды. Один и тот же запрос уйдет в географию, скорее всего, дважды. То есть и для пункта выдачи, и для курьерской доставки. Вот, наверное, на временной диаграмме это более понятно. То есть приходит запрос на срок, и мы один и тот же… Так, нет, задержка сильная. Один и тот же запрос географии дублируем. То есть в трассировках это можно увидеть, это можно отловить. Надеюсь, скоро появятся автоматические инструменты, которые позволяют это делать. И, ну, то есть явно видно, что можно сэкономить на расчете срока для витрины. В целом хочется немножко поговорить про каплинг и cohesion, то есть это связанность. Cohesion переводит как связанность. Мне больше нравится перевод сцепленность либо прочность. То есть картинка из Википедии. Хороший вариант представлен сверху, когда у нас контексты сильно сцеплены внутри, но слабо связаны снаружи. И нижний вариант плохой, когда, наоборот, у нас внешняя связанность сильная, а внутренняя сцепленность слабая. То есть контексты микросервисов, они такие рыхлые, они непрочные, они излишне связаны с другими контекстами. Если посмотреть на нашу схему, то видно, что у нас внешних связей гораздо больше, чем внутренних. Ну, наверное, это нехорошо. Не наверное, а точно. Итак, давайте теперь рассмотрим алгоритм, как нам отрефакторить нашу архитектуру. Я предлагаю вот такой алгоритм из шести пунктов. Мы сейчас каждый пункт подробно рассмотрим. Первый пункт – это сделать видимым. То есть, на удивление, даже не всегда есть актуальная версия архитектуры. То есть, как есть сейчас. Приходим в проект, либо про свой проект знаем, что да, вот есть архитектура, но она немножко устарела, а как сейчас никто не знает. Там знают пять человек, если их объединить, то можно нарисовать. Да, сделать видимым я предлагаю саму архитектуру SIS. Потом список проблем, то, что мы сейчас сделали. То есть, какие у нас принципы нарушены, какие еще проблемы есть, что хотим исправить. И последний пункт – это визуализация потоков данных. То есть, мы берем и просто идем по нашим всем сценариям и разрисовываем потоки данных, которые есть в этом сценарии. К примеру, парсинг файлов. При парсинге файлов у нас, наверное, такой будет поток данных. Парсеры наполняют данными, во-первых, справочник доставщиков и географию. То есть, если это новая какая-то география, которой раньше не было, либо новый доставщик. И наполняют данными то, что нужно для расчетов. Срок, вес, тариф, возможную наценку. То есть, мы отрисовываем только один сценарий. И так далее по всем нашим сценариям. Еще один сценарий рассмотрим. То есть, когда мы рассчитываем срок, запрос идет с витрины. Соответственно, поток данных в обратное направление направлен. Для того, чтобы рассчитать срок, нам нужна география. И поток данных выглядит примерно таким образом. И так далее для всех наших основных сценариев. Зачем это нужно? Во-первых, мы вот таким списком сценариев провалидируем, что у нас архитектура точно актуальна. Она точно соответствует тому, что есть в жизни. И что она покрывает все сценарии. То есть, часто выясняется, что при пятом сценарии у нас нет такой связи на архитектуре, а в коде она есть. Или наоборот, пятый сценарий мы думаем, что работает, а он на самом деле там работает вообще не так, и начинаем разбираться. И второй момент – мы таким образом определяем стабильные системы. Например, география, она ни от чего не зависит. От Москвы до Казани тысячи километров, и на это ничто не может повлиять. То есть география – это такой более стабильный кусок системы, скорее от которой все зависит. К этому мы еще вернемся, к стабильности. Итак, мы сделали видимым. Дальше идем уже, собственно, к рефакторингу. Первое, на что предлагаю обратить внимание, это то, как мы разделяем на мастер-данные нашу систему. Самый простой вариант – это просто сказать, что вот все, что у нас есть по данным, это четыре независимых источника, четыре гранулы, четыре разных мастер-системы по данным. Но не все так просто. То есть вариантов разбиения на самом деле много. К примеру, второй вариант разбиения – это когда мы говорим, что срок и вес тариф – это не самостоятельные мастер-данные, это все-таки какие-то атрибуты доставщика. Тут мне нравится такой проверочный контрольный вопрос. А имеет ли смысл эти данные сами по себе? Допустим, доставщик – это какая-то компания, у нее есть ИНН, какой-то договор, название. То есть данные имеют смысл сами по себе без всего остального. География тоже. Москва, Казань – ни о чем не зависит. А вот срок доставки. Допустим, мы знаем, что Москва-Самара мы доставляем за пять дней, но не знаем, каким доставщиком. Наверное, это данные бесполезны. И то же самое. Мы доставляем за 300 рублей 5 килограммов, но кто это сделает за 300 рублей эти 5 килограммов, неизвестно. Наверное, в этом нет смысла. То есть это не самостоятельный мастер данные, не самостоятельный корень агрегаций, а скорее какой-то атрибут более другой системы. Еще как можно проверить разные варианты, это опять же валидация нашими сценариями. То есть если мы рассмотрим сценарий расчета срока, то окажется, что нам нужно сделать обращение ко всем нашим мастер-системам, что, наверное, немножко странно. Если мы рассмотрим второй вариант, то тут на сценарий, на потоке данных более стройно накладывается наш вариант. И так далее. То есть мысль такая. Мы рисуем разные варианты разбиения на мастер данные и сами себя челленджим. То есть проверяем на сценариях, на принципах и так далее. Так, давайте пойдем дальше. То есть здесь мы выбираем второй вариант с двумя мастер-системами. Следующий пункт – это выделение ответственности и контекстов. Опять же, мы рисуем несколько вариантов. Тут я сразу, чтобы сэкономить время, финальный вариант предложу. То есть как, скорее всего, нужно разбить на контексты. Напомню, раньше у нас был контекст пунктов доставки, пунктов выдачи и курьерской доставки. То есть мы разбивали по типу. Предлагается разбить по функциональности, то есть все-таки выделить контексты срока доставки и стоимости доставки, а также вынести в отдельные контексты географию и парсинг данных. Тут небольшое отступление. Хочется сказать, что вот этот контекст – это не обязательно один микросервис. То есть внутри контекста может быть один либо больше микросервисов. Допустим, если у нас сложный алгоритм расчета срока, мы можем разбить на несколько совсем мелких микросервисов время комплектации, допустим, срок поставки на склад и так далее. Итак, третий пункт. Мы выделяем разные варианты разбиения на ответственности и опять же валидируем нашими подготовленными сценариями. Вот сейчас я этот вариант, ну, проверку пропущу, чтобы сэкономить время. Следующий вариант, то есть у нас пункт, у нас есть контексты, у нас есть разбиение по мастер-данным и у нас есть сценарии. Мы пробуем это все собрать воедино и получаем некий вот такой вот драфт архитектуры. Далее мы возвращаемся к нашему списку с проблемами и проверяем наш драфт, соответствует он, удовлетворяет ли, решает ли он все наши проблемы либо нет. Если не решает, то возвращаемся, допустим, к пункту 2, ну, либо к какому-то пункту более позднему. Тут хочется поговорить еще про два принципа, про которые мы ранее не говорили. И это пятый принцип, это направление, зависимость, она направлена со стабильностью. То есть если посмотреть на нашу систему, у нас более стабильные контексты, это доставщики, география, которые не меняются либо меняются совсем редко, они в самом низу нашего графа зависимости. И по мере того, как у нас стабильность падает, у нас, ну, то есть зависимость соонаправлена со стабильностью. Вот есть такая хорошая картинка, она мне нравится. То есть мы должны, объект должен быть настолько стабилен, насколько он независим. И шестой пункт немножко похожий, то есть абстрактность, она тоже соонаправлена со стабильностью. То есть в контексте архитектуры абстрактность, она в рамках задачи определяется. То есть, к примеру, мы идем снизу, сверху вниз, абстрактность при этом повышается. Абстрактность именно запроса. То есть если мы сверху делаем запрос, в какой срок мы доставим конкретную книгу из Москвы в Казань, очень конкретный запрос, мало абстрактности, то по мере того, как мы продвигаемся вниз по архитектуре, абстрактность нарастает. То есть внизу у нас просто найди географию, найди там конкретного доставщика. То есть в плане задачи доставки книг, это уже более абстрактный запрос. Итак, мы провалидировали, сделали драфт, провалидировали принципы, получили некую финальную архитектуру, к которой мы хотим прийти. Последний пункт, нам нужно составить итерационный план перехода. То есть как мы перейдем из точки А в точку Б, не так, чтобы мы там на полгода ушли, а все-таки постепенно по шагам. Рассмотрим такой план. Напомню, у нас есть вариант как сейчас и как мы хотим какой-то целевой вариант. Я предлагаю вот такой небольшой план. Сейчас мы конкретно его посмотрим, выносим отделимое, то есть делаем что-то простое, разделяем логику и данные, переносим данные и подчищаем, убираем дублирование, переопределяем контексты. Давайте подробнее. Первое. Как мы говорили, то есть мы выносим то, что очень легко вынести. То есть разделяем контексты наши, допустим, доставщика, разделяем на три разных контекста. Здесь может даже не понадобиться какие-то изменения в коде, то есть возможно какие-то перенастройки IP-гитвея, что мы теперь микросервисами ходим не внутри одного контекста, а между контекстами. То есть тут теоретически даже изменения в коде не потребуется, только изменения в архитектуре, в настройках. Следующий момент. Нам нужно разделить логику и данные. То есть у нас есть, допустим, пункт выдачи, в котором мы рассчитываем и срок, и вес тариф, то есть стоимость. Это тоже из классического программирования, когда у нас, наверное, в ООП плохо, когда логика и данные в одном месте и перемешаны. Точно так же с микросервисами. Мы разделяем расчет, собственно, расчет, бизнес-логику, то есть расчет срока может быть достаточно сложным, и выносим отдельно данные. То есть в отдельный микросервис, который отвечает только за данные, который закрывает, допустим, базу данных и так далее. То есть разделяем на уровне микросервисов логику и данные. Как только мы данные отделили, мы их уже проще гораздо можем смигрировать. То есть мы можем просто переключить базы данных в другой контекст, либо выполнить какую-то миграцию из одной базы, перелить в другую и так далее. То есть мы, согласно нашей архитектуре мастер данных, переносим данные по срокам и по весу тарифу в контекст доставщика. То есть говорим, что вес тариф и срок – это характеристики доставщика, и на основе них уже потом все рассчитываем. То есть убираем какие-то данные из нашей бизнес-логики в контекстах доставки, в пункты выдачи и курьерской доставки. Итак, и последний этап – нам нужно как-то убрать дублирование и, возможно, просто переименовать контексты. То есть, например, расчет срока теперь у нас полностью дублируется в курьерской доставке и в пунктах выдачи. Данные уже у нас отделены. Мы просто это дублирование убираем, переименовываем контекст в срок доставки. То, что остается по стоимости, это наценка плюс расчет стоимости объединяем в один контекст. Тоже могут быть несколько микросервисов, которые отвечают, собственно, за стоимость. Тут важно, что мы переходим от курьерской доставки и пунктов выдачи к более функциональным блокам стоимость доставки и срок доставки. И, собственно, все. Мы вот так за четыре шага перешли к нашей целевой архитектуре. Естественно, в жизни не все так просто. То есть, у нас есть такой итерационный план перехода, но при этом живой продакшен никто не отменял. Он как-то живет, фиксится, там какие-то новые фичи проходят. То есть, мы сделали первый шаг перехода и при этом прилетел срочный ход фикс. Сейчас посмотрим, почему это проблема. Сделаем второй шаг и подъезжает какая-то фича, основанная на старой архитектуре, которая там сколько-то недель была в разработке и так далее. То есть, в жизни всегда есть много сложностей. Тут небольшое отступление, как у нас все было устроено. Мы работали по GitFlow, по стандартному. То есть, такая схемка достаточно понятная, простая, но пока у нас не большая архитектура микросервисов. То есть, вот эта схемка, она умножается на N репозиториев для каждого микросервиса. Это же умножается на несколько окружений, как минимум три, а то и больше. То есть, тут умножается именно сложность и возводится в некую степень автоматизации все ICD. Все ICD должен это все уметь автоматизировать согласно схеме GitFlow и так далее. То есть, сложность получается достаточно большая, и это все накладывается на то, что мы релизим постепенно нашей архитектуре. Что в итоге получается? Мы на припрод выкатываем какую-то очередную новую версию архитектуры на припрод, чтобы ее протестировать, и нам нужно срочно пофиксить прод. Причем, да, естественно, фикс прода мы хотим сначала проверить на припроде, а так как у нас версии архитектуры сильно другие, то есть там поменялась инфраструктура, базы данных поменялись. То есть, чтобы залить на припрод наш новый фикс, это не то, что нам нужно просто один сервис, один бампер обновить. Нам нужно полностью припрод откатывать, заливать старую версию, накатывать фикс, проверять, заливать на прот, а потом возвращаться к нашему итерационному переходу. В реальность, вспоминаем про сложность с предыдущего слайда, в реальности все выливалось вот примерно так. По-моему, разряжается, потому что он вибрирует. Вот в такую картинку. То есть, да, любой фикс прода, любая заливка архитектуры – это полностью не системный процесс, много нервов и так далее. Итак, если попробовать это упорядочить, то у нас получилось две основные проблемы. То есть, первое – это бутылочное горлышко в виде ограниченного числа окружения. То есть, мы хотим на припроде что-то проверить, а там уже совсем другая версия и непонятно, что делать. Там полдня или три дня уходит на перезаливку, а потом обратно. И второе – это монструозность процесса, ну, вообще, в принципе, как мы работаем с кодом, с GitFlow и его автоматизация на CICD. Тут хочется сказать, что то, как мы работаем с кодом, оно влияет вообще на все процессы, в том числе даже на оффлайн процессы. То есть, по какому флоу работаем с кодом влияет и на окружение, то есть, на инфраструктуру, задает процесс, какой мы автоматизируем CICD. И вообще, в принципе, даже в оффлайне, как мы взаимодействуем, то есть, как девелоперы передают QA, QA из какой фичи берут, что-то делают, мержат, там конфликты возникают. То есть, тут идея в том, что как мы работаем с кодом, да, есть инфраструкция S-код, а есть вообще процессы S-код. То есть, мы к этому не пришли пока, не перекладываем процессы, но на самом деле это так есть, вся коммуникация. Вот про это тоже я отдельно выступал, можно потом по ссылке посмотреть, вот эта мысль разворачивается. Возвращаясь к нашему сценарию, мы решили перейти на GitHub Flow. То есть, вкратце совсем в GitHub Flow все проще, есть только мастер-ветка и есть разные фичи-ветки, которые проверяются через процесс pull request, через процесс заливки, потом мержится сразу мастер. По сравнению с GitHub Flow, да, GitHub Flow по сравнению с Git Flow у нас нет вот этих вот промежуточных слоев, промежуточной версии, все гибче. То есть, есть просто фичи-ветка и мастер, и все. Что дает GitHub Flow? Теоретически, он дает неограниченное число окружений, фичи окружений, да. То есть, мы помним, мы вот это узкое горлышко закроем. Ну, сейчас мы поговорим, что да, в жизни так не бывает. И CICD pipeline, алгоритмы, они становятся гораздо проще, потому что не нужно вот это вот помечать тегами, выпускать релизы, выпускать контейнеры, заливать на мастер. Там какого-то ветвления нет, все CICD в автоматизации. То есть, в принципе, наши проблемы GitHub Flow должен решить. Но, естественно, есть какие-то ограничения. Мы не можем бесконечно разворачивать наши фичи окружения. Там 10, 20, 30, 100. То есть, мы всегда упираемся, во-первых, в железо. Во-вторых, в какие-то большие базы данных. То есть, мы не можем поднять 20 копий баз данных с прода. Они, во-первых, большие, тяжелые. Это долго, это не быстро. И есть уникальные параметры инфраструктуры. То есть, все равно, прод, он в распределенной системе достаточно сложный. Есть и сертификаты сети, и разные stateful инструменты в виде там, message-брокеров и так далее. Много всего. В конце концов, есть мониторинг достаточно богатый, сложный для прода. Нам очень дорого его воспроизводить на каждом фиче окружения. В итоге, как мы пришли, как у нас деплоится фича окружения? То есть, мы, во-первых, можем уже в существующее развернутое окружение что-то долить. То есть, точечно что-то залить. Какой-то новый сервис либо обновить его версию, либо перейти на более старую версию. Это первый момент. И второй момент – развернуть полностью новое окружение. При этом мы выбираем тип заливки. То есть, мы какой-то только ограниченный набор сервисов, контекстов заливаем, либо вообще полностью всю систему. И мы выбираем то, как у нас будет окружение подниматься. То есть, либо это какое-то легковесное фича окружения, в котором совсем другие параметры по железу и так далее. Либо это припрод окружения, которое совпадает с продом в плане настроек, сертификатов, мониторингов и так далее. Либо это первое окружение для нагрузочных тестов, которые уже по железу совпадают с продом. То есть, таким образом мы пытаемся сэкономить ресурсы и пытаемся развернуть окружение ровно для тех целей, для которых его поднимает, допустим, тестировщик либо аналитик. Итак, как же все-таки тогда решается наша вот эта вот проблема? Да, у нас есть припрод, напомню. Мы туда залили новую версию архитектуры. Все хорошо, мы ее тестируем. Прилетает срочный фикс прода. Что мы делаем? Мы просто поднимаем второй припрод. То есть, это не составляет у нас труда. На нем проверяем наш фикс, все хорошо, заливаем на прод и возвращаемся к припроду с новой архитектурой. Это могут быть вообще два параллельных процесса, они как друг друга не затрагивающих, которые проверяют, допустим, разные QA. Один QA катит фикс, другой QA проверяет новую архитектуру на первом припроде. Итак, как в таком случае примерно выглядит наш алгоритм работы? То есть, у нас есть production с архитектурой 1.0. Мы хотим перейти на 2.0. Мы идем по шагам. У нас появляется первый шаг архитектуры 1.1. Мы ее заливаем на наше припрод окружения, тестируем, все спокойно, хорошо, доводим до ума и заливаем на прод. Итак, залили на прод, переходим к следующему шагу, заливаем на припрод, тестируем 1.2 архитектуру. В этот момент прилетает какой-то срочный фикс. Что мы делаем? Мы его разворачиваем, поднимаем второй припрод, разворачиваем этот фикс там, проверяем, все хорошо, стабилизируем, заливаем на прод. Естественно, этот фикс нужно подмержить теперь в новую версию архитектуры. Но когда у тебя уже ничего не горит, production восстановлен, можно в спокойном режиме это сделать. Подмерживаем наш фикс и продолжаем тестировать второй шаг перехода на архитектуру. Как только стабилизируем, заливаем на прод и так далее. То есть проверяем уже финальную версию, допустим, прилетает какая-то фича срочная, которая не может ждать финальной версии. Мы ее также заливаем на припрод 2, заливаем в прод, мержим в архитектуру 2.0, потом заливаем 2.0. Собственно, все. Хочется подвести итоги, о чем мы сегодня поговорили. То есть рассмотрели принципы, на которых предлагаю проектировать архитектуру и валидировать архитектуру микросервисов. Посмотрели конкретный пример, посмотрели алгоритмы рефакторинга, то есть перепроектирование на новые варианты архитектуры. Спроектировали эту архитектуру и предложили алгоритм плавного перехода на него. И посмотрели, какие есть проблемы переходного периода, как в жизни это довести, как жить с двумя версиями архитектуры и не умереть, скажем так. В целом хочется передать огромное спасибо всем девопсам, всем нашим в частности. То есть я скорее как IT-архитектор выступаю в проектах, но без девопсов вот эта вся микросервисная архитектура она бы вообще не взлетела. Без автоматизации в микросервисах делать нечего. И тут полезные ссылки, на которые я ссылался по ходу доклада. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Рошлан, спасибо тебе за доклад. Прям классно внесу к себе в ежедневник его еще раз посмотреть. Это тебе маленький подарок от организаторов конференции. Друзья, просьба задавать вопросы в чате, QR-код на экране, я буду его читать. Нет, на этой конференции мы не ходим с микрофоном. Задавайте в чате, я буду вашим голосом. И, возможно, глазами. Все, кто нас смотрит онлайн, на платформе есть кнопочка задать вопрос, он тоже появится у меня в чате, я его озвучу. Напиши, пожалуйста, в чате, я сразу все прочитаю. Подождите. Да. Одну секунду. О, у нас уже очень много вопросов. Вопрос номер один от Дениса. Как вы считаете, для проверки Fitch имеет ли смысл билдиться и раскатываться на мини-стенде и все это проверять и при успехе выливать в мастер? Или это слишком избыточно и этого делать не надо? Так, если я правильно понял, при проверке фичи стоит ли поднимать фичи окружения? А стоит ли поднимать мини окружение и делать полный цикл проверки? Ну, собственно, да, фичи окружения не для этого и предназначены, чтобы проверить какую-то, наверное, все-таки не какую-то маленькую фичу, а какую-то историю. То есть мы, понимая фичи окружения, там проверяем, прогоняем интеграционные тесты и потом уже заливаем мастер. То есть, наверное, ответ «да», то фичи окружения как раз для этого и предназначены, для проверки очередной истории. И вот следующий вопрос, который Рэй уточняет. А как все-таки на какие фичи, скажем, жим архитектуры 2.0, при слове, что архитектура 1.0 была размазана по множеству сервисов, а в 2.0 оно Е1. То есть вопрос в том, как мы… Не очень понял вопрос. Как мы проверяем… Была архитектура 1, которая была размазана на много микросервисов, сделала ли архитектура 2.0, которая у нас на одном, там, двух. И как нам в этом случае сделала это обновление через фичи? Ну вот смотрите, да, рассмотрим пример со срочной фичей, которая 1.2.1. Нам нужно ее залить на прот. Соответственно, мы фичи окружения либо при прот 2 разворачиваем в том же состоянии, в котором сейчас находится прот. То есть прот находится в состоянии архитектуры 1.2. Мы эту фичу должны подмержить в это состояние. Да, если это… Точнее, наоборот, архитектура 1.2 смежить в фичу, развернуть уже фичи окружения на архитектуре 1.2 плюс эта фича, все проверить, если все работает, то залить в прот. Ну, таким образом. Ну, отлично. А насколько, на наш взгляд, реальная разработка двух релизов и более при хакап-флоу? Так, можно еще раз? Насколько, на наш взгляд, реально разработка двух релизов и более при использовании хакап-флоу? Тут все зависит от команды. То есть, если команда большая, то, естественно, любая методология, она призвана для того, чтобы ускорить разработку и ее распараллелить. То есть, чтобы не было такого, что мы можем только одну какую-то большую историю разрабатывать, тестировать катит-продакшен. Если команда достаточно большая, то есть, у нас сейчас примерно 20-25 человек, то мы достаточно много больших историй одновременно разрабатываем. То есть, это можно сделать и на гитфлоу, и на гитхаб-флоу. С гитхаб-флоу у нас получилось намного проще. То есть, естественно, обе методологии, они поддерживают параллельную разработку нескольких больших фич, ну, больших релизов. Уточню, а почему вы выбрали, были ли причины гитхаб-флоу, а не гитлаб-флоу? Гитлаб-флоу вроде бы проще выглядит. Да, на самом деле, был вот этот выбор между гитлабом и гитхабом в плане флоу. На самом деле, это больше всего аффектит CICD, аффектит девопсов. И уже девопс-отдел, он исследовал обе эти методологии и остановились на гитхаб-флоу. Я могу позже, после доклада, задать вопрос девопсам. Я думаю, они более точно ответят. Да, это классная идея. Я попрошу тебе ответить в чате к зала. И, друзья, на все вопросы, которые я сейчас прочитать не успею, у нас осталось очень мало времени. Руслан ответит в чате к зала в ближайшее время. Да, и можно после доклада в зону вопросов подойти. Да, и у нас есть секция QA, где можете провести время столько, насколько хватит спикера. И у нас, наверное, последний вопрос. При такой концепции мы должны приезжать припрод 2x ресурсов. Если мы говорим про две и более фичи, мы это умножаем на два. Есть ли смысл, не слишком ли это дорого и нельзя ли в этом случае переиспользовать железо и ресурс? Какой у вас в жизни цикл в этом случае? Ну вот, да. То есть мы, когда поднимаем новое окружение... Так, где этот слайд? Естественно, поднимаем то окружение, которое нам нужно прямо сейчас. То есть либо легковесное, либо полностью похожее на продакшн по настройкам, либо похожее на продакшн по железу. И тут важный момент, на котором я не остановился. То есть все эти окружения у них есть time to live. То есть они автоматом через какое-то время очистятся. Если там какой-то автор поднятия окружения не укажет обратного. То есть за этим нужно прямо хорошо следить без автоматизации очистки окружения. Ну да, у нас очень быстро кончатся ресурсы. В таком подходе, да, то есть нужно быть готовым к тому, что нам нужно поднять два, допустим, припрод окружения. У нас должны быть на это ресурсы. И, наверное, и финальный вопрос. Выбери лучший вопрос. Это наиболее сложно. Ага. Наверное, лучший вопрос – это тот, на который я не смог сразу ответить. Это про разные методологии. То есть, да, есть GitHub Flow, есть GitLab Flow, есть там еще разные Flow. GitHub Flow не панацея. Выбирайте то, что подходит именно вам. Вот этот вопрос хочется отметить. Друзья, кто задавал этот вопрос? Это был онлайн или из зала? Приветствуем победителя. Ура! Прошу всех пройти в зону, где Руслан с радостью ответит на остальные вопросы. Или не ответь. Всем спасибо. Всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok